До 30 апреля россияне обязаны отчитаться перед государством о своих доходах, подав декларацию в налоговую инспекцию по месту жительства. Для тех, кто еще не успел сдать свой налоговый отчет за прошлый год, городская налоговая инспекция провела день открытых дверей. Визит в налоговую инспекцию – это как визит к стоматологу. Чем позже, тем лучше. Так считают большинство налогоплательщиков. А вот налоговая инспекция старается всячески помочь своим клиентам. Не можете самостоятельно заполнить декларацию, путаетесь в бумагах или просто хотите получить консультацию специалиста, добро пожаловать в городскую налоговую инспекцию на дни открытых дверей. Пришел отчитаться за продажи автомобилей, которые были проданы в прошлом году. Сотрудники помогли довольно-таки оперативно. Подал декларацию, довольно-таки быстро подошел к окошку. Все, в принципе, безупречно и хорошо. Налоговая инспекция распахивает свои двери два раза в год. Акция очень популярна у налогоплательщиков. Только за два дня проведения акции в марте, не открытых дверей, инспекцию посетило более тысячи человек. Мы приняли 800 деклараций и 250 человек подключили к сервису личный кабинет налогоплательщиков физического лица. Здесь все для удобства клиентов. Для начала – электронная очередь. Я пришел, чтобы успеть отдать декларацию за прошлый год. Соответственно, приехал, встал в электронную очередь, получил талон. И сейчас уже подходит моя очередь для того, чтобы пойти отдать документы. Все очень удобно, быстро и комфортно благодаря электронной очереди. Визит в налоговую можно спланировать заранее, воспользовавшись электронным сервисом онлайн-запись на прием в инспекцию. Сегодня пришла написать декларацию на получение компенсации при покупке квартиры. Мне было очень много непонятно, и сотрудники помогли мне оформить документы. Мы остались с мужем очень довольны. Как задекларировать доходы, оплатить имущественный налог, правильно заполнить декларацию или узнать свои налоговые обязательства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в личном кабинете, не выходя из дома. Хочу напомнить категорию тех, кто должен отчитаться не позднее 30 апреля. Это в первую очередь индивидуальные предприниматели, частно практикующие нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет. Кроме того, это лица, получившие доход от продажи любого имущества, находящегося в собственности менее трех лет. Мы ждем вас с инспекцией для декларирования, и в случае, если вы оказывали услуги такие, как репетиторские, услуги нянь, сиделок, ну и любые другие услуги, из которых не был удержан налог. Подать декларацию должны и те, кто сдает свое имущество в аренду. Задекларировать нужно и дорогие подарки, которые получены не от членов семьи или близких родственников. Ответ на любой интересующий вопрос можно узнать по телефону колл-центра городской налоговой инспекции. Здравствуйте, инспекция по городу Брянску, специалист Галина. Представьтесь, пожалуйста, Светлана, в данном случае вам не нужно подавать декларацию, просто подаете пояснение, поскольку отец был дарителем, а вы одаряемый. Если времени в будний день на визит в налоговую нет, день открытых дверей приходит в субботу с 10 до 15 часов. А в рабочие дни до 30 апреля двери налоговых инспекций для посетителей не закроются до 8 вечера. Опоздавших ждет наказание, минимальный штраф в 1000 рублей. А вот граждане, которые претендуют на получение имущественных и социальных налоговых вычетов, могут не спешить. Получить социальные вычеты можно в течение трех лет с момента произведения расходов. А имущественный вычет вообще сроком не ограничен. Здесь можно обратиться любое время в инспекцию. Единственное, что возврат производится и декларируется три предшествующие года. Те, кто отчитался о доходах, может спать спокойно до 15 июля. Это последний срок уплаты налога на доходы физических лиц по представленным декларациям. Кристина Костюченко, Анатолий Чикрыгин, телеканал РЕН-ТВ Брянск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова